Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Визаж и Вивер Визаж и Вивер в этот раз в PQ Insiders Gaming Визаж очень мощный саппорт С лихими скиллами Которыми можно и замедлить Которыми можно и добить Вивер очень мобильный Кэрри герой Опасный, неуловимый Сильный В поздних стадиях игры При достаточной раскачке И достаточном количестве денег В этот раз уже призадумался Лео Да Во время стрима не поешь Драгон Найт ДК Достаточно стандартный пик Как вы знаете Для азиатской доты Не так часто он появляется У европейцев Как правило это какой-нибудь Мидр Если мы видим ДК Тот же самый Сфой из альянса Достаточно регулярно Его разыгрывает Но как керри Он появляется не часто Но в отличие от европейцев Азиаты регулярно Используют драгон Найта В качестве мейн керри Я думаю так будет В этом случае Третий бан Реттлснэкс Направлен на мид Закрывают они акашу Минус чена Один сайта с гейминг Убирают они чена Уменьшают Возможный Пуш потенциал Для реттлснэк Сами понимаете Драгон Найта Если он раскачивается Драгон Слейф Достаточно приятно Пушить Брифайр Драгон Слейф Драгон Слейф Таулина Четвертый бан Реттлснэкс Это Драгон Слейф Драгон Слейф Драгон Слейф five seconds remaining ребята вообще как бы и для наших старых зрителей для наших новых зрителей из про доты просто для возможно ребят которые не так много смотрели азиатскую доту как вообще нравится вам третий день мы ее стримим что вы думаете по поводу их игры преимущество недостатки перед европейской более привычным нам дотой что интересного стратегиях что интересного сами в самом введении игры просто я до этого сам тоже неоднократно говорил немного уделял внимание азии но сейчас буквально трезенька трезенька постримив посмотрев игры на сказать проникся определенной любовью к некоторым азиатским командам и к тому как они играют немало есть и агрессивный доты есть и такая потная фармерская дота как бы здесь все стили в наличии до этого были представления о базе исключительно как о фармерской игре взятской доте нет дэнди и блэка ну безусловно вот этих персонажей здесь нету но здесь определенно тоже есть свои звезды возможно я возможно кто-то из вас кто тоже не тогда начал смотреть азию мы еще просто не распробовали я думаю здесь тоже есть очень агрессивные парни которые умеют чувствовать микро моменты доты которые обладают великолепным микроконтролем рубик для и царь из гейминг майденочка для rattlesnakes майденка на пару с лайфстилером может очень неплохо зажигать сами понимаете большая проблема лайфстилера на ранней игре то что с ним никто не хочет играть не очень он быстрый тяжело кого-либо догнать но в сочетании с майденкой с ее скиллами становится гораздо проще для лайфстилера проще догонять проще кого-то кушать а вот и рейзер друзья тоже пик очень редкий для европы но достаточно часто для азии здесь он бывает и в пиках и в банах где нави где доту наверно в киеве я не знаю мы за здесь будут кампо давным-давно вернулись насколько я помню он подсказывает вообще в валенсии да наверное они в валенсии да точно dreamhack валенсия что-то такое припоминаю снова в дополнительное время заходят райтлы но у них времени конечно побольше здесь минут с небольшим в то время как 20 секунд только осталось в инсайдис гейм с другой стороны осталось командам сделать буквально по одному пику и одному бану си дая тимбан дарксира в качестве вероятно все таки хардлейнера возьмут себя rattlesnake точнее уже взяли и последняя стадия банов опять же для меня достаточно непросто предугадать что же здесь будет с расстановкой персонажей ну смотрим к и здесь достаточно понятно в любом случае она будет стоять какой-то трипле то же самое там с визажом рубиком скорее всего не зумей не сапортить свивера либо рейзера стоит этому здесь ожидать triple hard line минусов шейкер любопытный момент неужели здесь появится фантом лансер при наличии визеры и рейзера это было бы мягко говоря удивительно да нет ребят как бы я прекрасно понимаю тех кто сейчас пойдет смотреть на весьма у спорта безусловно для большинства европейских зрителей гораздо больше интересный матч чем матч двух азиатов здесь все понятно минус урса почему минус урса чесно говоря я бы видел шейкеры у меня сразу в голову всплывает банк фантом лансер другой стороны то есть банк шейкер это не более того понимаю сларк вот это может быть очень милый ребят здесь стоит ожидать мне кажется весьма агрессивную dota inside is gaming потому что сларк фарк это парень который может сделать очень агрессивный middle game и я надеюсь так и будет потому что хочется смотреть я думаю и мне и вам очень динамичную и развеселую доту спасибо конечно это очень приятно но кто уйдет я пойму разбирают своих героев игроки лю на лайфстиллере лан на драгон найти кабу на кристалл мэйдон ки сек на дарксири и айси на баунти хантере лс мерф на визаже мистер кио на рубики рейв плю на вивери чибикс на сларки и ninja буги на рейзере так ребят судя по всему действительно здесь будет медовый сларк вероятно одиночный софт-лайн от рейзера и трипл-лайн во главе с вивером на харт на харде лю идет софту пока его никто не поддерживает будете болеть за драгон на это неплохой выбор сларк против драгон на это наверно все таки здесь будет забавное противостояние плотно идет пятерка в чужой лес да скорее все таки здесь будет здесь будет располагаться трипла сингапурцев потому что не зря они будут чекать и защищать этот лес проблем я не знаю где выставляться здесь варды да вот я вижу сэнтри варды есть у эсморфа так что вероятно будут они перекрывать лесные споты жду этого мува с другой стороны пока лю находится здесь в одиночестве обзоры вард выставляют игроки rattlesnake а точнее майденко есть еще один вардецкий так что в скором времени где-то еще обнаружится и так где же появляется руна руна появляется на нет руна появляется таки наверху это руна инвиза сторожит ее сэк да действительно триплана харди видите вы перекрытый спавн лесных крипов неужели севера ставят в одиночестве парни перемещаются на мид будет видимо здесь попытка быстрого ганга для драгоннайта вард этих парней должен был выцепить здесь майденко под инвизом можно было попробовать кому-то приморозить того кто отстанет есть как уже frostbite нужно быть осторожным саппорты команды айси джи а из джи так и вот уже спину сладку нет не направился спину сладку кабу зажимаю здесь dark сира поддержка от кабу примораживает здесь визажа и дает возможность уйти отличный заброс майденки нет у нее естественно тп можно попытаться ее здесь прижать но парни отступают решить решает сразу кабу пофармить здесь лесных хрипов и в итоге остается здесь вивер один успел его уже лайфстиллер неплохо так поджать увидите не так много хитов у вивера рэйфлю уже отпевается отдается деревьями трипла все-таки остается на софт-линии вот ритлснэк любопытно распределяется darksir забивая забирает для себя лес наверху будет настоять буха посмотрим куда переправиться майденка который пытается оформиться на лесниках обмен тычками спокойно фарам ключик и окрепстат и здесь рычки нужно быть конечно весьма осторожным певается . сларк прыжок круни разбивают и майденка который до сих пор здесь стоит и фармит на лесном споте ну что ж закинули ее сюда не так уж плохо на себя чувствует я не понимаю почему не придут ее и не убьют с общей атаки потому что не так это сложно маякует визаж о том что ребят майденка здесь и надо прийти и убить но пока этого парня не делают кстати клинк вайсе неплохой способ не просто подобрать урона для рейзера но и чувствовать где находится противник шикучи в полной мани лайфстиллер удаст возможность рейджи сразу же опыт у нас на рейв плю пытается тычками отбиться здесь вивер отступает лайфстиллер пропивает флеску леон прыжок снова преследует вивера шикучи нужно же флоску против вивера что он сразу же и делает все наконец привели тп-шку для майденки и она улетает ну что ж я думаю да действительно майденка приходит на нижнюю линию здесь пока откуда делать нечем майденка уже понимает флесиллер конечно же лесные споты не чеком пытается сейчас приморозить рейв плю он сразу же уходит под шикучи теперь нужно быть виверу гораздо быть более осторожным потому что всегда должен быть запас маны наши кучи чтобы уйти вот эти были товарищи айси лидирует пока покрыть стату сларк как вы видите на втором месте рейзер которого тоже хорошо с фармом естественно бухаемый здесь не помеха и рейзер по факту находится на фри фарме фейтбол рубик под хостой нет все еще футбол в этой игре заканчивается уже пятая минута не так пока много здесь агрессии так зажимают здесь мир он уходит под шикучи но здесь уже ловит бх статик линк но не убьют немного не хватает смог смог здесь уйти баунти хантер отпевается уже флаской когда же когда же здесь будет чтобы хочется чтобы наконец кого-то уже прижали и убили все еще стоит здесь сэн 3 вард так забираем на сны прижали друг другу парни на минду учились и все шансы отъехать shadow dance но не нужно лезть ему по tower потому что конечно фокус башни для ночи с очень еще неприятен и не сможет он нормально постоять ребят мы не можем стремить navi против mouse запрет твича все очень просто да я струкшенс а фото файл стварк мало хитах вивер еле ушел сладк пустой бутыл есть шестики на крайний случай продукты драганной пытается вы прижать но вышел уже из рейнджа таура драганной ты чебе нужно быть осторожным дальше он здесь зайти не сможет а вот его и не делал и совершенно правильно в этом случае ставить на свои приоритеты лучше в данном случае вы же чем неоправданно лезть под товар прошу дайв могут быть для него последний могли бы на нем пролить фб здесь очень важный тоже момент я думаю для игроков когда фб очень сильно затягивается в тот ценность фб мягко говоря на растет и уже страшно отдавать фестблат команде противника лидер ставим фокус дезинфес чисто для отхила для того что конечно быстрее разбить крипов ребят стрим стрим на месте или вы имеете ввиду стрим нами маус чисто не знаю так в ожидании кобум сларк есть на урбу феном в принципе это пока все помимо бутылку слаки ничего нету но так кура ему что привезла кура ему привезла брайсер туден визом здесь баунти хантер неужели чебе не понимаешь что что-то не так что его жжет шелл привязка и под шадов дэнсом чебе отступает драгонайт пришел на эту линию здесь достаточно осторожен пока продувка он же брифаер подход саппортов под дымом визаж без дыма рубик но здесь уже ловить некого потому что драгонайт отправился на другую линию суржирует дк паунсом уходит сларк и все еще нет фаброна увидели насколько ответственно греб от своей команде учитывая то что это решающая игра в этом году 3 все хотят пройти в полуфинал radiance top tower is under attack лордов есть труны иллюзий у чебекса продолжает дк вульте пробивать tower так центре обзора пытают они просто центре на возможный подход бх как было уже в том случае когда бх на и он шелли прожигал сварка очень долго это чебек спаливал момент снова дк не удалось привязка чебекса ответ на стан драгонайта и ухажал дарк сир своей электрической плетки здесь успел стыгануть фиолетового бардача нинджи буги отводы наконец начал делать кабу двойную пул как вы видите переход на второй спаун приходит сларк и его здесь уже майденки скорее всего не жить правда подпытка сделать и паут и успевает майденка на суши но вновь чтобы оттягивается шикучи да я размечу на птичке в лайфстиллера возможно эта игра закончится без едины капли кровли крови кровли так заход спину баунти хантера пытается садим принять рейзера в центре ватт сразу застать и клин расстав чуть-чуть не цепляет плазму филдом рейзера баунти хантера и бахау остается живой да ребят десятая минута 0-0 очень аккуратная позиционная дота вивер здесь уже штурму тауру здесь же чебек спирит мистер кио прячется в стиле в кустах глиф прожимает парни преследует дк по реке не самый удачный путь выбрал драгонайт но задержать его нечем нет еще фамильяров у визажа и потому уходит живым переходим как видите на нижнюю линию где ожидания в кустах лайфстиллер будет ли попытка пуша инфест инфест драгон на это будет сейчас байзить ну пока посмотрим что это получится изображает на такую невинная вещь подходите я не готов по факту здесь уже баунти хантерс спалили судя по всему чебеса все отходит отсюда не повелись они на эту разводку дешевую так что все у них пока в порядке тоже пройдет посмотрим графики формят ребята примерно одинаково с разницами десяти процентов как вы видите трек появляется на вере важный момент на вере даже большая проблема дк при наличии руны дд может сейчас начать обидать очень неплохо ждем следующий волны крипов так а просто не останавливает портал даже под глифом не так много хитов но сейчас он может от пицца с бутылки что он и делает и уходит на среднем рубик за на это встречи на виду а учились а здесь уже нет shadow dance отсутствие каких-либо при противоинвизных артефактов здесь конечно помешало что дубин всегда на пути чибикс видимо по поводу пулдауна ребята сна их не знали так будет решить забирают тауэр в этот раз уже ратлснэк не оставили его на динай команде а из джим да действительно ребят такая терпильная дота лайфстилер давайте тычки чибиксу на родной еще отступает рыба тихо антро и вот сейчас под невизом можно в принципе нет ларк уже отходит под tower визаж если он дальше сейчас выйдет то у него все шансы быть первой жертвой для фига визаж уходит на нижнюю линию очень надеялись наверно подходит какого-либо героя долгое ожидание в итоге в кустах забирают майденку непонятно как там оказавшиеся и начинается штурм до 1 то у нас а из команды все свет уже свой т1 на верхней линии растерзали теперь то же самое пытается визаж 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 Ульта, стан, дезинфест Сразу паунсом уходит отсюда Чибик, пытались его приморозить Стяжка от Дарксира Отпусть здесь нет Так, фаербриф Стан, нинджи булди Цепляю за лайфстилера Мека, минус лайфстилер Второй килл в этой игре И снова его делают сингапурцы Неужели они перестают Редлснейк? Бешено, бешено График уходит теперь уже в ноль Тот небольшой перефарм Ну такой перефарм, тысяча Который имели Редлснейк После вот этих двух киллов сводится к нулю Давайте посмотрим, что у нас по артам Успели собрать ребята Идет Блюа в армлет Но пока у него есть только фейзуды шлем ВТшка Бутылка и брайсер у Драгон Найта Мека и Суверинку Дарксира Ну и всякие саппортовские прибамбасы У Кабу Что собрали СГПТ? Барабаны, барабаны, бутылка У Чибикса И Рейв Плю имеет Транквилы и Аквилу Медальон и Стик У Лесмёрфа Кристалл Нола Медальон У Визажа И Фейзи с Мекой У Рейзера Мека для Рейзера Ребят, не самое стандартное решение Но Видимо чем-то оно оправданное Так, заход на Тау Последний Т1 Тауэр в этой игре Планка Фил Врыв Чибикса Ловит Айси Минус Баунти Хантер Третий килл для Сингапурцев Чибикс уже и находит здесь Кристал Мейден Но не успевает убить Под ТПшкой здесь Майденка уходит Чибикс продолжает Пусть он бегает по линии Очень агрессивный паренек Вновь Дарпек Стана Драгон Найта Стенка Дарксира Не выживет здесь, скорее всего, Сларк Что это стоит? Его убивают Цепляют здесь Нинджи Буги Мы успеваем Нет у него маны Даже на Стати Клинк Забирают Рейзера Возвраточка пошла От Рэтл Снэйк Смогут ли зацепить Смартфан? Его суржируют Замедляют его Смерф Ну что ж Все Опен Ванс Визаж уже не уйдет Файр Бриф Минус Визаж Ну все, ребят Счет вырнулся 3-3 Смогли отстоять Свой последний Т1 Тауэр Рэтл Снэйк Показали себя команды в деле Видите, в командном замесе Чуть лучше все обстоит У Рэтл Снэйка По крайней мере От дефа у них получается Действовать лучше Подруны Инвизу Из Драгон Найт Выходит у нас под эту руну Рэйв Плю Делает ТПАУД Так, трек сбрасывает Чибикс Он в центре цепляет Узбалтихантера Но в центре варда уже нет ответа Прожимает место Ребята Забирают вновь сларка Даже разультилась майденко Хотя уже ультиться было не в кого Ребят Ребят Панда На сегодня нас покинул Сейчас я уже в одиночку буду доводить эту игру Давайте посмотрим по карман голду Что у нас На первом месте Дарксир Но будет второе место за рейзером Третье и четвертое Это Драгон Найт И лайфстилер И только на пятом месте И мидер АСЖ Интернешнл Это сларк Ну не знаю И с небольшим основанием Видите здесь Дривера Дальше Всякие саппорты И записавшись сюда Баунс Хантер Так Клазм Ну Ребят Я думаю Сейчас все таки Градус агрессии Будет расти По мере получения Новых артов По мере развития персонажа И будет все уже не так скучно Как бы Не только ванны Мне тоже хочется смотреть Динамичную такую Разбитную доту Ловер Сларка И его уже не отпустят Ребят Скорее всего Пытается найти На нем трек Минус Кристалновый Его Цепляют И Отскупают Важный момент Большинство убийств Идет все таки Под треком Сларк конечно Имеет возможность Их сбрасывать Но смотрите Бодрый рост 3000 преимуществ По голде Для реттлснейк Чуть более 5000 По экспе Что нового появилось Ребята Ормлет Себе дособрал Лио Становится Все более неприятным Листилер Шадлблейд Для Драгон Найт Тоже важный момент Плейтмейл 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 Неужели шива Шива на Дарксире Как экономично Надо посмотрим Что из этого получится В принципе Учитывая Хороший Рост денег Для Дарксира Находится Драгон Найт Под Шадлблейдом Благодаря Сентри Варду Не хотят его отпускать Чилингрейд Разряжается Но он все равно Уходит Благодаря хосте Также в Малыхе Так здесь Льо Убирает с Армлетом Заметьте Шадоу Амулет На Лайфстилл Ультест Дезинфест И теперь уже нужно Оступать Нинджи Буги Он под ультой Кристал Нобаль Здесь нужно Отходить За самим ребятам Замедляют Здесь Майден Есть у меня Если что Ульта Но Ее поднимают С мехенезом И убивают Они стали Счастливого Самборда Ребята Из Реттлснейк Наверху Вивер Айсик Готов ему дать Трек Здесь Дарксир Айоншел Для Вивера Так Нельзя близко Приближаться Почистый Трек Трек Только появилась Ульта Сразу же Ультится И сбрасывает Трек Сларк Ну что ж Как у нас поправился График График Не сильно Изменился За счет Убийства Майденки Саппорт Не особо Кто из Блондиночки Переживает Ступает Лан Палец Палец Сентривард Фамильяра Его сбивают Вновь Вновь Айси Вновь Вивер 8 секунд Был И ты Чибикс Чибикс Визаж Эти два парня Могут Не творить Вместе Дел Находят Здесь Дарксир Он сейчас Будет Сразу же Сурж Но привязка И пока Кулдаун Будет На сурже Могут Здесь Дарксира Забрать Действительно Его не отпускают Вазма Фил Баунтихандра Сюда Отступает Сливка Пуша 21 минута Скоро ребята Задумаются По поводу Рошика Пока он Еще совершенно Не тронут И фармить Лео Что не Пуешь Слушай Неужели Это будет Лайфстилер Шадов Амулетом Так Ребят Панда Отсутствует Давайте Говорить Друг С другом Пишите В чат Любой Бред Будем Общаться Лайфстилер Пушит Есть Если Что Инфест Приходит Чибикс На фейзах Сразу же Здесь Лео Отступает Включает Ормлет Лесной Фарм Ну Видите Скачет Около 3000 Показатели Китайцы Нет Ребят Китайцы Умеют Агрессивно Играть Просто У них Очень Расчетливая Агрессия Сегодня Вот Точнее Не то Что Сегодня Вот В этой Игре Здесь Этой Агрессии Особо Нет Ребята Ребята Играет Очень Осторожно Матч Ответственный Возможно Из-за Этого Агрессии Здесь Меньше Но Вспомните Сегодня Предыдущие Матчи Те же Самые Первые Две Игры Зенита С кем Они там Играли И Инвейжен По-моему МГФС Уже Начинает Подводить Память Да Shadow Blade Не сбивает Статик Клин Я тоже Не совсем Понимаю Для чего Люа Собрал Себе Лотар Потому Что Ну Это Первый Честно Гуля С Лотаром Которого Я вижу Ну В цемах По крайней мере В пабах Можете увидеть И не такое Но Зачем В данном Случае Я Не понимаю Бьют Рошана Повесили Медальон Конечно По медальонам Падает Он Гораз Брезвее Счет 5-5 Рошан Важный Ребята Рошан Это то Преимущество С которым Можно Пытаться Разбираться Дальше Грать Красив Ход Зарай Сейчас вы Видите Падение На 1000 И что Немаловажно Аидис Аидис У Рейзера А этот парень Может натворить Бед С украденным Уроном Тем более Есть Есть у него Также БКБ Которая Обеспечит Не самое Такое Печальное Существование Во время Битв Сладно Линии Да Мне тоже Честно говоря Несколько Непонятно Это Почему Они Отдали Чем Не устраивала Битва В узком Пространстве При наличии Майденки Которая Могла Там Очень здорово Разрутиться Принимает Номер Кучибикса Не должны Они его Отпускать Пытаются Бутылки Комфест Дезинфест И Лайвстимер Забирает Сларка Сразу Улика Веселая Прекла Начинает Отсюда Отступать Можно Попытаться Сделать Какой-то Пуш За время Отсутствие Сларка Будут Потягивать Сюда Тиммейт Пока Здесь Только Драгон Найт Подъем Шеллом Где же Дарксир А Дарксир На базе Понятно Шадоу Блейд Черт Волотаршик Ну да Откровенно Точная Майденка Бить ее Можно Достаточно Быстро Но ей Нужно Летать Последнее Либо Если бы Врывались Из битвы Чисты Нарошики Можно было Попробовать Я не знаю Как-то Войти Например Вот так Вот И отсюда Раскистовать Свою Ульту По крайней Мере Вот эту Зону Ты бы Зацепил Чебикс Бегает За Драгон Найт Драгон Найт Пржимает Бутылку С хостой Начинает БКБ Появляется У Дарксира Все фармят Все фармят У всех Еще стоят Т2 Таура Не осталось Ни одного Таура Первого тира Ну и Играет Дергает Фактически На месте Чебикс Чебикс Тоже хочет БКБ Пока У него ПТшка Драмсы Что еще Здесь появилось Ребят Из неозвученного С гемом Ходит Лайфстиллер В принципе Индивительно Даже при наличии Треков Которые Можут раздавать БХ Здесь Не помешает Все-таки Здесь есть Сларк Поступают Ребята Стяжка Никого Не зацепила Каждой Команды Польмейки Отдаю Тротлснэйк На нижней линии Пойдут ли дальше В это время Пытаются Разменяться На верхней вышке Но я думаю Будет ли Мастер П Так Подтягивается Сюда Рубик Стягивается Снизу Визаж Но не успеет Здесь Лайфстиллер До прихода Гостей Разбит Эту вышку Трек Украденный Нотбет У Баунти Хантера Уходит под Шадоу Блейдом Лайфстиллер И спокойный фарм ДК в инвизи Культа заканчивается Стан в Чибикса Приходит Майденко Приморозит Примораживает Продухка В очень малых хитах Чибикс Успеет ли уйти Красавчик Шадоу Дэнс Выручает его В данной ситуации А если Ловит сворм Дальше Фармить Для Забирай себе Эншин Как приходится ДК Отсюда удалиться Несмотря Сложно Оценить В данный момент Потенциал Обеих команд В массфайте С одной стороны Очень мощные Здесь связки Есть у Рэтлснейк Наличие Майденки С его Истяжка Дарксира Опять же Стенка Кристалл Нова Который Не будет позволять Быстро игрокам Выйти из зоны На поражение С другой стороны Рейзер Свою пазмом Стоитик Стоитик Линком Собственно Который он сразу Вперел Драгон Найта Сражал Рейзер БКБ Это очень важный момент Если Не успеют Пробить До Этого Окончания БКБ Тауэр Все Заканчивается БКБ Сразу же Опен Ванс На Рейзер Неужели Отступают Отступают Парни Под Шадоу Блэйдом Здесь Лео Все Выходит Под Шадоу Блэйдом Трек На Драгон Найта Не смогли Не смогли АСГ Взять Тауэр И отступают Отсутствие БКБ У Ниджи Буки Конечно Сильно решает Есть конечно Аегис Но размениваться В этом случае Аегис Почему-то Парни Не захотели Хотя Аегис Остались Там буквально Меньше Минуты Вивер Денайта 2 Тауэр Снова По башням Паритет Стяжка Заканчивается Шадоу Дэнс Суржирует Сейдж Но здесь Паунс Тяжело Догнать Чибикса Сами понимаете Не самый Медленный Герой В обход Идет Люа Под фейсами На всех парах Он скачет Прыжок Сразу Лайфстилера Где Опен Ванс Все А вот Опен Ванс Ждал Дарк Пакта И забирают Чибикса 50 секунд Без сларка Есть ли выкуп Выкупу Сларка Нет Парни Это временный Преимыш Который Можно Очень активно Использовать Сентри Варси Прожимают Мистер Кио Смогут ли Зацепить Да Успевает Айси Забрать Рубика И уходит Под тп От Отступает ДК Видите Такие точечные Аккуратные Хирургические Врывы Стороны Китайцев Просто Позволяют Убивать Игроков Противника Конечно Здесь Нету Разнудности Европейской Тем более Отечественные Аркады Которые Имперцы Демонстрируют Которые Демонстрируют Нави Но И в этом Подходе Есть Не то Что Своя красота Своя эффективность Но и свой стиль Говорится Надо прочувствовать Ребят Мы не можем Показывать Игру Нави Потому что Запрет Тричат Только Официальный Стрим Так Кристалл Нова Вижу готов Визаж Своими фамилиями Сколько секунд БКБ Осталось 9 секунд Еще БКБ Нинджи Буги Рейзера Под БКБ Будет Очень сложно Забирать Я думаю Все это Понимают И здесь Важный момент Для Реба Снэйк Это Одна Разводка На БКБ Нинджи Буги Отступление И потом Атака Рейзера Уже Когда БКБ Будет На Акул Далим Тауру Есть глиф У АСДЖН Лайфстилер Судя по всему Начинает Пуш Нужно Его тиммейт Его сейфить Через лес Пока Этим Занимается БХ Который Может Под мизом Все аккуратно Разведывать Обстановку В лесу ДК Тоже Судя по всему Начинает Прибираться На верхний Лайн По низу Гонят Дарк Сира Вивер Ну здесь ТП Ничего не Угрожает Товарищу Сиру Полторы Минуты БКБ Появляется Уже У Сларка Тоже Очень важный Момент Дезолятор Начинает Собирать Вивер Три БКБ В команде Реттлснейк Это Баунти Хантер Драгон Найт И Сек По понятным причинам Люва И его Собирать Не нужно Да Ребят Очень Аккуратная Игра Счет 8-5 Низкая Плотность Боя Парни В сборе Отдадут Ли Второго Рошина Либо Все таки Будут В этот раз Драться Парни Да Здесь конечно Майденки ББКБ И можно было Бываться Без особых проблем Тройной Спаун Забирает Аня Двойной Забирает Плюо 30 секунд Рошана Я думаю Того же самого Ждут Реттлснэйк Начинает Они здесь Уже Стягиваться И видите Большая часть Команды Трое игроков Находится Здесь Остается Ну вот Стягиваться Уже И саппорт И конечно же Лайфстилер Ну что Черта Разделяющая Команды Как только Вот эту Черту Перейдет Кто-то Из Реттлснэйк Да Сразу Был Плазма Филд Ну что Ребят Рубикон Рошака Не рискует Трек Асг Трек На копию Сларка Разряжает Свой урон Фамильяры Соточки Лишними Не бывают Так Слишком Не заходи Дальше Он это Ими делает Под Шадолблейдом Луа Можно Принять Чибиксы Сразу же Офен Ванс Уходит Товарищ Шадолдэнс Но здесь Гем Цепляют Минус Чибикс Сразу же Нет, не начинается здесь визаж Что очень странно, успеют его зацепить станом Да, цепляют станом Рейзор Сейчас сразу же он прожмёт БКВ Начинается файт, стенка Ну здесь тоже хуже БКВ попытки стяжек преследуют парни Из Редл Снэйк, своих соперников из АСГ Смогут для кого-то зацепить Всё заканчивается БКВ, цепляют нинджи буги Стана Драгонайта, минус Рейзор В кустах прячется Мистер Кио, его скорее всего не найдут Но не он, самая главная цель Гораздо интереснее визаж, можно его зацепить Ребята заходят под Тауэр Трек Это, конечно же, визажа замедляет Сокращает лайфстилер Востояние, всё, опен ванс, минус визаж Третий килл, преследует здесь уже Лайфстилер Рубика, нету маны Нечем зацепить, но и урон Очень сильный, тяжело терпеть Рубику Неужели будет заход под фонтан? Нет Не стал так рисковать сильно Лайфстилер, очень мало у него хитов В принципе, можно на крипах отожраться Но здесь уже не самый приятный сволочь И так преследуют его фамильяры Фамильяров отгоняет саппорт Мека Можно отхилиться на эншентах Либо отхилиться на Рошане Один из двух вариантов, нужно выбрать Реттлснейк Неужели они оставят Рошана в покое? Всё, тэп аут делают два игрока Всё, все ребята отступают Они провели этот файт Выиграли для себя основу Видит более 10 тысяч уже их преимущества по голде Но на Рошана они заходить не рискуют Видите? Медуэль Ромео пишет Разбивка с антривардов Очередной заход от АСГ на Рошана Понимают ли это? Да, определенно понимают Видят парня То, что здесь происходит Здесь вообще трейндж побольше Это я промахнулся И так Всё, начинает парни приближаться Лайфстилер Все АСГ живи Но здесь очень мало ещё Реттлснейков Наполовину Рошана пробили Он под мандальоном, конечно же Достаточно быстро здесь падает Трек на Драгон Найте У него же есть Мессершмитт В скором времени, наверное, стоит Что он, кстати, стоит ожидать? Не, наверное, всё-таки Тарасевич у него будет Лютые парни Вновь ожидания Важный момент То, что АСГ разделены С другой стороны Если они будут атаковать, атаковать Будь с двух сторон Поднимается вверх Лайфстилер сразу же цепляет визажа Ещё несколько тысяч Минус визаж Схватка Так Преследуют здесь Майденку Минус Кристал Мейден Гонят Уже здесь Непонятно, какого гонят Отличная стенка БКБ есть БКБ Лайфстилер ответная стенка от Рубика Минус Баунти Хантер Смогут ли пробить Рейзер Рейзер пытается уйти Вот Лайфстилер Лайфстилер уходит в Шадоу Блейд Всё заканчивается БКБ Минус Рейзер Преследует Дарк Сира Бывает Дарк Сира Зажимает Дисларка Минус Лар Сможете уйти визером Прожимая трупы Его цепляют Преследуют Помните, что гем есть у Лайфстилера Стан Минус 35 раз медленность игроки Теперь можно забрать Рошана И с этим преимуществом Уже забирать Хайграунд Ребят Сегодня мы вдвоём Комментили Сейчас просто Последний матч Я уже в одиночку Добиваю Обычно Да, вдвоём Обычно Минус А я здесь Так Кто-нибудь Ах Будет Забирать Дак Атакой Подум Да ладно Давай я возьму Неудивительно У Лео Всё-таки Есть механизм Скейп Благодаря Инфесту Оба Тем более Лотарщики И Драгон На этом Наверное Всё-таки Аегис Повыгоднее В ожидании Фуньвера Непонятно В ожидании Чего Рейзер Ну что Снова Ребят Будете Телиться У вас Есть Аегис Давайте Вперёд Не бойтесь Абу Гарантирует Всё получится Бояться Здесь Действительно На данный момент Нечего Другое дело Что Лайфстилеры Оставили Здесь В одиночестве Очень зря Кстати Нету Ни гема Нету Ни сэн Тревордов У команды АСГ И в принципе Пока Леона Находится Лотар В принципе Он в безопасности Так Чибикс Сантливар Трек Стан Минус Чибикс Ну всё Сларк Очень быстро Падает Драгон Найта Как вы видите В совокупности Так Начинают Здесь Сжимать Люо Сразу Аватар Плазмо Филд Ну зацепить Нечем Ребят Где Просветки 2 Кэбби Нечем Небивать Инвизеров Как в Пабе Пыль Есть Рубик Чего Уступил Нет У него Есть У него Нет Просветки У него Смайки Есть Уникальный Атак Гуля Формят Формят Все Непрерывный Форм По всем Интересный Джпм При этом Ребят Видите Сороковая Минута Джпм Небольшой Всего Четыреста С лишним 500 Даже Никто Не превышает Несмотря На Очень Мало Количество Убийств Непрерывный Форм Ребята Даже 500 Джпм Побить Не смогли Нет Ребята Рубика Не было До 100 Я Не просто Так Просматривал Так Гуля Shadowblade Преследует Вивера Здесь Можно В принципе Ультой Виверу Уйти Есть Правда Гему Лайвстилера Но Ульта Это Нормальный Выход Да Ребят При беглом Осмотре Тем более При просмотре Через стрим Тем более При просмотре Через стрим Там Можно попутать Смок Дальше Ну что Ребята Когда вы Будете готовы Заходить На хайгран Дальше 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 По-быстрому задел Dragon Knight Отфармливается снова сларк да хуже всего здесь конечно бывает вперед обстоят у сларка сами видеть на последней позиции не считая айси которого с фармом были была совсем беда все его деньги это чисто треки возможности длины фармить у него протяжении всей игры не было поэтому неудивительный результат малая организм голда в отличие от сларка который по идее должен был нормально отформиться на миду потом роумить но не сдалась сларка и увидеть уже преимущество по голде из 15 18 19 только чуть меньше 15000 максимальный результат для игрока из-за из g это рейзер что по графику 15000 по голде уже превышение 15000 как бы чтобы было просто и понятно это три корр айтима этот рекорд айтима для любого кэри персонажа 30000 по экспе при средней экспе сейчас вот 2000 это 15 лишних уровней игроков если посмотрим опять же 24 лайфстиллер 20 20 только 17 ученикся опять же преимущество по экспе это только все наконец-то заход на программ драган начинает пробивать вышку на мудро падает заходить уже лайфстиллер ребята конечно спокойно что смогут держать фокус тауру для них это не помеха сами видите тараска 60 процентов нужно убивать то все там саж через подбок а по успеет ли его добить еще одна . не учитывая отлично стяжка от дарксира но здесь два бкб копий мало крестового могут удовольствия цепляет лайфстиллера могут убить успеть ли учить инфест нет он умирает преследует здесь уже драгонайт одиночку остается шарик рейзера минус рейзер здесь айси против мизажа вместе с драгонайтом в спину заходит вивер пытается изолятор здесь как-то разминцеваться отпускают отпускают в итоге рейзера на моих хитах он отсюда отступает хорошая стяжка защитная от дарксира ребята уходят назад сумели они добиться цели они принесли таур но бараки как видите стоят еще целые продувка не останавливает им даты давления пуш не очень игроков чиликсу также давайте уже поставить в первую очередь конечно же для брони сразу же цепляет здесь лайфстиллер спирт рейзера но здесь стати клинк решил или отойти разряжается визаж стан стану себя проживает драгонайт отбились кое-как здесь смогли отмахаться трусами из g поступает парни за это снег ман и но ребят вы путаете интерес и динамик как бы конечно большинстве случаев интересно смотреть тогда кучу убийств когда там я не знаю черепа вскрывают и так далее вы поймите здесь очень осторожная игра у азиатской доты другой стиль ребята играют всегда очень позиционную четкую доту они практически не совершают ошибок и в связи с этим как бы иногда эта игра получается очень осторожно иногда наберут наоборот она агрессивная и динамичная но опять же она очень четко и это радует сказать как бы иногда когда смотришь европейский мальчик после азии они кажется такой абсолютно дикой аркадой с одной стороны конечно это плюс такая разнузнанная дикая игра так по дымам и ждать и ожидает непонятно кого подымом также реттлснэйк может произойти очень интересная встреча но команда расходится на нижней лайн приходит а из g тупо по миду идет реттлснэйк и в принципе сейчас под крепами они могут зайти и очень быстро приобреть бараки то время который потратят на тп аута игроки из асг засветился гуля начинает тупо 6 назад ребята ну что быстро падать tower 25 бкб прожимает бкб прожимает нинжи в груди пытались спануть дк на себя бкб с ларк попытка стяжки стенка минус райзер прожимает шива наконец и тарксир как давно я этого ждал под бкб визаж стопер здесь визажа но он под газом пытается отступить цепляют чибикса так ребят минус визаж и все и наконец джи джи пишет нинжи кубе ну что ребят в итоге после тяжелой стяжной борьбы китайцы превозмогли ожидали мы этого давно график полз в их пользу очень долгое время так что графики и в итоге вот это давление продолжалось продолжалось и отход а из джи по нижней линии попытка зайти принять игрока на другой на другом лине не удалось rattlesnake также по дымом просто ворвались на базу и начали проносить линию а из джи попытались на это ответить массы по аутам но небольшая некординированность закончилась тем что сингапурцы просто отъехали